Добрый день, товарищи охотники! Сегодня хочу поговорить вот о таком рюкзаке фирмы Sitka. Рюкзак Apex. Рюкзак предназначен для охоты и таких однодневных вылазок. Он порядка 20 литров по объему, имеет множество карманов, функционален. Одним из важных его достоинств является в том, что он легкий, вес его меньше килограмма, порядка 600-700 граммов. Есть система ремней и тросов, которая позволяет крепить какие-то дополнительные грузы и вот этот трос, который прорезинен и сделан такой хорошей пластмассой, защищен. Соединен с таким красным штуром, который находится в поясном ремне. Это параллельный карман, который есть еще вот такой маленький, есть еще вот такой карман большой. Здесь находится красный шнур. Он соединяется с тросом, который находится на конце поясного ремня. То есть в этот красный шнур мы вставляем, оттянув. Он получается, смотрите, какой большой. Сюда можно просунуть приклад любого оружия. То есть просовываете, затем, сянув шнур, затягиваете. И у вас ружье получается в этой точке очень плотно прижато. Система сделана таким образом, что обратно ей очень тяжело двигаться. То есть это нужно прилагать значительные усилия, чтобы выдвинуть шнурок. Поэтому ружье держится крепко. Вторая точка крепления будет на рюкзаке вот здесь сбоку. Есть вот такой ремешок. Он имеет систему регулировки и крючок, который позволяет быстро его снять, если вам нужно. То есть он разбирается вот таким образом. Надо прикрепить оружие, вы его закрываете. То есть в двух точках сбоку и на поясном ремне крепится ос оружия. Крепление основной части оружия именно на поясном ремне распределяет нагрузку таким образом, что масса у вас приходится на пояс. Это очень комфортно, потому что не давит ни плечи, а распределяется на пояс. Ружье при этом держится крепко, не болтается. Оно плотно прилегает к рюкзаку и становится его такой прям частью единой. Функциональность рюкзака определяется наличием множества карманов. Они есть вот снаружи. Раз карман. Карман, куда мы открываем, чтобы добраться до шнура крепящего оружия, разделен на два отсека. То есть можно положить все, что угодно сюда. И маленький карман еще параллельно, который идет также на поясном ремне. Два отсека есть у нас в рюкзаке. Один маленький, но его можно использовать, не знаю, на каких-то документах, еще чего-то. И большой основной отсек, который имеет одну большую, скажем, такую камеру. Здесь есть такой сетчатый карман для питьевой системы. Соответственно, под нее есть здесь вот выход. Лямки усилены. С внутренней части анатомически сделаны вот такие легкие, мягкие усиления, которые делают этот рюкзак таким анатомическим. То есть он плотно прилегает в тех местах, где идет основная, скажем, его нагрузка. При этом рюкзак легкий, очень комфортный, функциональный. Дополнительные три ремня позволят вам снаружи прикрепить различное снаряжение в виде одежды, палатки, коврика, все что угодно. Большой плюс, что можно крепить оружие. То есть вы носите все это как единое целое. То есть, если вам нужно решить какие-то максимальные задачи на однодневной охоте, вот такой рюкзак Apex будет, пожалуй, одним из лучших решений. Часто спрашивают и задают вопросы, как крепить оружие к рюкзаку, потому что для многих это бывает проблемой. Рассказываю. В рюкзаке есть в таком поясном ремне, соединенная через вот такой трос, вот такая оранжевая бечевка. То есть ее цвет показывает как раз, что она такая у нас крепежная. Она соединена вот с этим тросом, тянув за который, вы подтягиваете как раз вот этот оранжевый шнурок. То есть, крепите свое ружье в районе где-то рукоятки приклада. Есть еще один ребешок сбоку, который имеет крючочек для быстрого снимания. Просто раз и снимается. Оп. А здесь вы можете отпустить, потянув, и ружье быстро у вас снимается. Вот ваше оружие накрепится в двух точках на рюкзаке. За рукоятку. Шейка приклада, да? Где-то вот в этой области. И в том месте, где вы считаете нужным. То есть, в моем случае, это в области магазина. Можно выше, опустив пониже. Все зависит от размеров вашего оружия. То есть, в таком варианте оно достаточно крепко удерживается на рюкзаке. Оно не болтается. И вы комфортно передвигаетесь по угодьям. Очень удобно. Получается, у нас крепеж в двух точках. Один вот здесь вот. Тросом подтягиваем, чтобы подтянуть. И ремешок, который имеет крючок. Его можно быстро снять. То есть, две точки, это и вот это удерживает ваше оружие на рюкзаке. Очень удобно. Вот такое положение, скажем, походное. Здесь все плотно приезжает. Есть ремешок, который можно утянуть. Вот эти две лямки. В таком положении находится ваше оружие. В моем случае это карабит. Он не болтается. Если нужно подтянуть, вы всегда это сделаете вот этим тросом, который находится у вас на поясном ремне. Все. Подтянули, обратно не возвращается. Здесь такая самозатягивающаяся система. Смотрите, как здорово. Рюкзак при этом очень легкий. Не сковывает нисколько ваше движение. Оружие может находиться как с левой стороны, так и с правой. Потому что система крепления есть с обеих сторон. Здесь вот есть такая же аналогичная система на это ремне. Открываете карман и перецепляете ружье. То есть вот такой рюкзак, который позволит вам комфортно передвигаться в охотничьем угодье. По горам, по лесам, по долам. Очень удобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова